Обещание не выполнили в советском районе Самары. Без отопления остается детский сад номер 255. Ситуация осложняется еще и тем, что в домах, где живут семьи дошколят, тепла тоже нет. Как выходят из положения воспитателей и горожане холодные объекты, причины и последствия в репортаже Георгия Федорова. Сейчас детский сад номер 255 посещают 137 воспитанников, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказывают педагоги, тепло здесь дали 29 сентября, но тут же забрали. Вчера температура в здании не превышала 14 градусов по Цельсию. Воспитателям пришлось в воскресенье ночью выходить, включать обогреватели, чтобы подготовить детсад к приему детей. В комнатах, как могут, поддерживают комфортную температуру 22 градуса. Обогреватели уже не отключают. Обогреватель у нас есть в детском саду, привезла все, что было у себя и попросила еще в соседних детских садах. С меру по нитке? Да, с меру по нитке. В тех детских садах, у кого уже есть отопление. Дети живут в этом районе, а в этом районе ни у кого нет тепла. Конечный срок был в воскресенье вчера вечер, но отопления так и не было. Столько лет работы в детском саду, да, какие-то задержки, мелкие такие вещи были, но чтобы вот так не было никогда. Сообщение о замерзающем садике поступило в общественную приемную председателя Единой России Дмитрия Медведева еще на минувшей неделе. Немало жалоб на дефицит тепла принято и от жителей ряда домов в советском и промышленном районах. Рекотделение организовало для них встречу с главой Самары Олегом Фурсовым. Он сообщил, что задержка связана с большим объемом ремонта теплосетей и выразил уверенность, что отопление поступит в холодные дома и соцобъекты до 9 октября. Очень надеялись на это и жители 40 квартир дома номер 94, что по улице Гагарина. Им вдвойне непросто. Почти два месяца нет горячей воды. Однако чудо не произошло. Пенсионеры Кондрашкины по-прежнему жгут газ и кутаются в одеяло. Под двумя одеялами холодно. Нас все завтраками кормят. Завтра, да завтра, завтра и завтра. А когда завтра это начнется? Не там, не там. Отопления до сих пор нет. Хотя нам обещали, что отопление будет дано в течение двух ближайших дней. На сегодняшний момент в региональной общественной приемной продолжаются звонки на горячую неню с жалобами на отсутствие тепла в социальных объектах и в жилых домах города. Правда, партия не остается в стороне. Партия держит на контроле данную ситуацию. Чтобы в мокративном режиме решить эту проблему, помочь нашим жителям. Депутаты уже работают в округах, встречаются с жителями. На многих объектах проблема решена. Сейчас к отоплению подключено порядка 99% зданий Самары. Мы будем следить за развитием ситуации. Георгий Федоров, Дмитрий Столяров. Новости губернии.